Паритина София. Отделение Путы Пьяны. Восьмой класс. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое музыка? Это тихо-лунная ночь. Это шерсть живых висек. Это отдалённый вечерний звон. Это то, что родится от сердца и идёт к сердцу. Это любовь. Сестра Мунтикина. Это поэзия. А матерью грусть. Сергей Васильевич Крахманов. Следующий слайд, пожалуйста. Сердце к сердцу. 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 Один из двух городов в Иванове. Здесь композиторы всегда работали с легко. Свежий воздух и тишина располагали творчеству. Писались этюды так быстро, что весь цикл был уже готов за месяц. В нем было 9 пьес, но лишь 6 из них Рахманов еще удостроили для того, чтобы поставили на имя очередной номер фокуса. 33. Один из первых выпущенных этюдов был позднее включен в 39-й корпус, а два других при жизни не исполнялись, а были выпущены лишь в 1948 году. В первую очередь эти писсы все же картины, а уже потом этюды, поскольку образ в них играет гораздо большее значение, чем теоретические фильмы. Бесспорно, цельника Рахманова чрезвычайно сложна, но, как я уже сказала, образы здесь настолько ярки и разнообразны, и чтобы он игрался именно на них, создание своих пес. Он сам писал и говорил, что для создания своих сочинений ему нужен какой-то гнев музыкальный опыт, например, стихотворение или картины. Его это вдохновляло. Но эти образы он никому не раскрывал и еще на каких случаях. И сейчас слушатели-музыканты, исполняя или слушая ютюды картины, представляют свои собственные опыты. Первый ютюб – это суровая веса марш в аминон. Она может ассоциироваться как с военным походом, так и просто с честным. Например, композитор Иван Соколов видит здесь слово «Волгу Игоря» и образ князя Игоря, который сыграет в поход на полосы. Второй ютюб и пятый ютюб для картин отличаются пейзажностью. Это не только картина природы, но и душевное состояние на величине дни. Второй ютюб «До мажор» – задумчивые мечтательства. Для кого-то он передает ожидание весны. В то время, когда еще лежит в семье земля сломанное дом, солнце светит все ярче, а в воздухе чувствуется весенний аромат. У Николая Луганского здесь другой образ – это залида солнцем степи. Эта мелодия то с русскими, то с восточными интонациями, подходящими под культуру природных степей. Пять числа. Третий ютюб «Волгу Игорь» – самая короткая пресса. В ней улучшена картина зимы – «Вилда». Не случайно за ютюбом скрепилось его неофициальное название – «Метель». Перед нами картина «Зимние пращие стихи». Тоскливые взрывания ветра и тревожные переливы колокольчика тройки, учащиеся сквозь ветерей, создают чувство одиночества. Третий слайд. А действия пятого этюда «Солмино», о котором вы уже послушали, точнее его корне, по мнению некоторых монетантов, происходит осень. Его содержание вызывает ассоциации с переменчивостью настроений и богатством красок осеннего проекта. Так в картинах «Законный метан». От праздничества погрян золотого до светлой грусти и чувства глубокого одиночества. От умиротворенностей и серьезных раздумий о судьбах Родины. В него тут вспоминаются слоги «Пушкин». «Невра пара, очи, очарование». Четвертый этюд для веществай. Неверной мажор называет «Ярка». Так назвал его сам композитор. В этюде это прочерная картина «Народного пуляния». Праздничная атмосфера и праздничная настоящая русская ярмарка. Здесь и радостный лягущий резон колоколов и праздничная суета. Шестой этюд картины «Доди осьминов. Страшный по мощи и силе движения въезду». Цитируя Луганского. Это акт «Страшное, витривое движение несчастных луковец». Это ужасающий внешний область данковского акта. Это число. Новый цикл ютюбов-картин появился гораздо позже. Он был написан между сентябрем 1916 и февральом 1917 года и оказался последним произведением нормальными, написанным до его отъезда России. Все блестки 39-го опуса отмечаются богатством образного содержания, разнообразия, характера и потопиального письма. По сравнению с 33-м опусом, 39-й кажется намного другатичным, политичным и ярким. Цикл открывается титром картины «До-минор». Такое мятежное страстное начало 39-го опуса схоже с началом 33-го. Пред нами стремительный поток в музыке, векреобразной динамике и напряжённую их движение. Создаётся ощущение бури, настоящей стихии ветра, ведь вся музыка напоминает контраст. Замоченные динамиционные крещены следуют внезапные сомирания из Отечеи. А закачивается пьеса острым гипром, который тает всё на своём пути. Что нарисовано звуком его здоровье, из уникардине, для обмена, композитных в письме Респиге, итальянскому динамористу Мюмиканту, казаться море и чай. Сначала это медленное покачивание воды и птиц, но позднее он начинает волноваться, а птиц становятся пронзительными. Но вот опять всё успокаивается, и снова покачивание, и белые птицы сидят на воде, как поклотки. И всё же сквозь сильных колоками сладится, что это мрачное и тревожное. Следующие два этюда, третий, по 10-й и четвёртый, 7-й, принадлежат наиболее сверху в 39-м области. В обоих из них слышали птицы и мотивы. Четвёртый этюд – это «Сшествие». Он отличается своим острым и чудовым лифмом, напоминающим отчасти быстрый марш, отчасти танец. Благодаря непрерывному смущению этнических акцентов и меняющимся размерам, создаётся впечатление невладимого мелькающего образа. Я пропустила третий этюд, сейчас скажу. Слушая его вспоминается картину, которую вы видите на слайде, лого в голубом простой, захватывающий чувство подлёта, свежести, чистоты и, конечно, спокойно. Следующий слайд, пожалуйста. Драматическая патетика героя присоединяется в пятом этюде «Ми-Мой-Мой-Мой» с чертами проникновенного реализма. Случайно выразительный паракт первой темы, которая звучит мощное и вызывающее и светлого поэтического образа, возникающего в среднем разделе. Эта же тема повторяется в заключительной части, после такого большого нарастания, доводящего в предыдущие. Лесо заканчивается тихо и умиротворённо, но в душе все равно сможет ощущение, что это лишь небольшой, такивщикой и новым столетством. Седьмой этюд, ой, шестой. Шестой эти картины носит название «Красная шапочка». Он написан еще в 1911, но был подложен в сторону и переработан в 1916. Сначала Роману не хотел его включить, теперь встретил. Он налейен образами «Красной шапочки» и «Серого волка». В картины мы видим вещи, как их добра и зла, поединок между жизнью и смертью. Легкие, воздушные линии саката, похожие на тему «Красной шапочки», поэтому поставлены таким суровым, резким, подлингом автоматических гамм, как темой «Серого волка». Теперь уже седьмой этюд, ой, вот после такого, можно сказать, красочных часов, он такой, можно сказать, очень грустный. «Панихейля». Согласно словам Рахмонина, начальная тема в этом музыкальном произведении носит большой характер. Затем появляется Нобелин, напоминающая пение хора или погибаемых монет. Эта грустная четвертая мелодия звучит на фоне ровного этнического сопровождения, напоминающего вдоль. Вначале он звучит силе издержанное, постепенно становится ярче. Это создает эффект медленно приближающегося шествия. В момент клуминации можно услышать звон церковных колоколов. В заключительных тактах начальная матча тема снова покаляется, и в целом можно общить, что перед нами «Пообщение последнего пути человека». Перед последним этюдом картины вымещена светлая, восьмая веса на имену. Можно сказать, что это затишье после «Грустного мифея». Перед нами картинами в период прослогов невозможно возникать пейзажи с картинами лета, которыми Арханинов очень восхищался. Совершается цикл девятым, очень высшим этюдом «Ре-мажор». Не случайно именно это весь завершает цикл, ведь атмосфера, на которой слушают швею, схожи с той, которая появляется, когда мы слушаем заключительную часть всех концертов Архангала. Она очень тучная, яркая, вызывает ощущение насыщения, ожидания и волнения. Безусловно там также слышны колокола, которые привычные для всех учителей Архангала. Оба цикла идут в картин, известные и исполняемые всему миру. Они стали одной из решений отчества Архангала. Помимо них композитор написал три оперы, четыре концерта для фортепиана с оркестра, три симфонии, циклы приюди и циклы музыкальных моментов, а также огромное количество романсов, пьес и вариаций на произведения своих вдохновителей, а также много других и произведений селит для подчисленных ухоя. употребления в в и в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok